Так часто мне задают вопрос, как долго ты шел к здоровому питанию, как долго тебе понадобилось прийти к этому. А я порой задаюсь вопросом, а сколько понадобилось времени людям, чтобы прийти к нездоровому образу жизни? Ведь мы так часто задумываемся, вот сколько надо перейти на фрукторианство или на лигетарианство, а сколько вам понадобилось, чтобы перейти на нездоровый образ жизни, чтобы забивать свое тело, чтобы... Ведь вспомните вас в детстве, когда вы маленькие бегали по улице, резвились, вы абсолютно были здоровы, бодры, веселы. Мне в детстве вполне хватало летом фруктов на деревьях, чтобы напитываться и быть абсолютно радостным и счастливым. Я был абсолютно здоровым. И порой что нас подвигает к тому, чтобы забивать свое тело всем тем, что настолько не полезно? Вы когда-нибудь задумывались, какое естественное питание для человека? Ведь разве то, что мы порой едим естественно с точки зрения природы? На мой взгляд, с точки зрения природы, естественно, питаться плодами, которые дают деревья, которые они дают специально для того, чтобы люди, животные их употребляли и разносили семена по планете, чтобы они дальше продолжали свою жизнь. Ведь как не естественно убивать животных, чтобы насытиться, убивать других существ, чтобы прокормить себя? По-моему, это абсолютно не естественно. А пить молоко других созданий. Ведь молоко им было дано, чтобы прокормить свое потомство, но не как нас. Ведь это нужно насилие. На мой взгляд, естественно для человека питаться плодами, дышать свежим чистым воздухом, пить родниковую свежую чистую воду. Почему мы пришли к такому образу жизни, что мы живем в таких грязных городах, они чисты с виду, но они экологически настолько загрязнены, что человек забыл уже свои корни, свою природу. Он забыл свою силу и только может наслаждаться тем, что забивает себя. Я очень ясно вижу, что порой через пищу мы лишь забиваем свои боли, ту боль в сердце, которая у нас есть, за все то, что мы делаем и к чему пришло человечество. Когда я, чем чище становится мое тело посредством практики, посредством здорового питания, фрукторианства, чистой воды, чем оно больше очищается, тем больше выходит на поверхность множество блоков и внутренних психологических травм, которые пришли как раз из-за глубокого сострадания к этому миру, за то, что вот можно же жить в гармонии с природой, в любви, согласии, идиллии, но наш мир становится все более жестоким. Мы убиваем, мы создаем войны лишь бы для того, чтобы нажиться и забить эту боль. Я не знаю, для чего нам нужно столько всего. Ведь нам достаточно свежей воды, чистого воздуха, фруктов и любви ближних. Для чего мы забиваем этот организм? Почему для нас, естественно, быть нездоровыми? Ведь здоровыми быть настолько естественно, это же порой так просто. Намного проще быть здоровыми.